Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня с вами готовим полезную праздничную закуску. Отлично подойдет на новогодний стол. И это у нас будет рулет с коржом из цветной капусты, либо можно использовать брокколи, ну а начинку вы можете уже создать на свой вкус. Нам понадобится свежая цветная капуста, либо, повторюсь, брокколи. С брокколи будет красивый зеленый цвет. Добавляем соль и специи по вкусу. У меня это соль, хмели-сунели, копченая паприка и щедрая щепотка сушеного чеснока, потому что я его очень люблю. Также добавляем сюда 2 яйца среднего размера и взбиваем все до однородности. Остается добавить сюда тертый на мелкой терке сыр. Я люблю использовать сюда маложирный сыр, сулугуни и различные такие солененькие сорта сыра. Перемешиваем все до однородности и выкладываем на противень, покрытый пергаментной бумагой, либо ковриком. У меня противень 40 на 30 и корж у меня занимает примерно 2 трети противня. Хорошенечко все разравниваем. Слой должен быть тонкий и равномерный. И отправляем это все в духовку на 20-25 минут при 180 градусах. Посмотрите, какая красота получается. И здесь очень важно не забыть корж перевернуть, для того, чтобы у вас потом вот эта запеченная сторона оказалась сверху. Аккуратненько корж переворачиваем. Ну и дальше уже тут полет фантазии. Вы можете начинку делать на свой вкус. Я же покажу то, с чем мне нравится есть этот рулет. Я обязательно всегда добавляю творожный сыр. Также можно использовать мягкий творог. Я же беру творожный сыр, на котором стоит пометка light, то есть он не очень жирный. Нужен очень тоненький слой. Здесь не усердствуйте. Аккуратненько смазываем корж. Перед тем, как смазывать его, нужно дать коржу остыть, потому что иначе у вас все на нем поплывет, и он еще будет слишком нежный. Далее я выкладываю зеленые листья салата. Далее у меня идет консервированный в собственном соку тунец. И помидорки черри. Смотрите, выкладывайте на начинку так, чтобы остался свободный край несколько сантиметров, для того, чтобы потом рулет хорошо склеился и не раскручивался у вас. И аккуратно, помогая себе пергаментом или ковриком, сворачиваем рулет. Сворачивать нужно плотно, для того, чтобы он потом хорошо держал форму. Аккуратненько, не торопитесь, сворачиваем все и отправляем в холодильник отстояться примерно на 1 или 2 часа, для того, чтобы потом рулет хорошо резался. Посмотрите, как получается красиво, также получается невероятно вкусно, поэтому готовьте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует...